Девушки отдыхают 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 Я смотрел на эту всю технику, на этих людей в форме, которые отдают честь. Мужчина вообще в форме идет. Военная форма достаточно интересная, даже вплоть до того, чтобы завязывать портянки. Два часа пытаешься понять, что куда, это оказывается очень удобно. С нашими малышами это оказалось немножко проблематично, потому что на таких маленьких костюмов вообще нет. Ну и нам пришлось это все подготовить в две маленькие формы. И вот в полной боевой готовности все участники съемок вышли на свои позиции. И все кричим «Ура!» Проводится реконструкция боя по освобождению нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Ну что, снял? Так классно, все взрывается отлично, супер. Надо было заложить определенное количество взрывов в определенных точках, все совместить это с бегущими, объяснить кому где. Когда возле тебя что-то взрывается и на тебя летит земля, ужасно. Девчонки испугались взрывов по-настоящему. И даже играть ничего не надо, уже кричишь просто от того, что страшно. Задача пиротехника кино в том и состоит, чтобы зритель поверил, что все то, что происходит на экране, все спецэффекты, что это все настоящее. Настало время боевого крещения близнецов. Федя. Есть. Есть. Да приди, а не у Костяка, что будет взрыв, и нам громко будет бахать. Значит, после команды начали. Будет команда одна, дым. Потом взрыв. Это первый взрыв. Потом Федя, Федя встает. И погнали. И дальше Олег взрывы уже сам по ситуации. Кто-то что-то не понял. Дым и взрыв. Ну понятно. Олег, ты команду дым и взрыв разрешаешь? Почему нету ранцев человека, который взрывает? Объяснить мне. Слава богу, взрыв. Вон взрыв заложили новый и погнали дальше. Градский, поднимите руки, кто умирал. Я. В самом деле безопасно. Только страшно. И громко. Сародину вперед! Слушай, а ничего тут тогда весело. Да. Только хорошо, что это веселье не настоящее. Ура! Все это на детей произвело впечатление. Им не просто говорили, что вот те победили, а те проиграли. А вот как это было еще. Бабах! Гитлер капут! Взяли и прошли вместе с ними. Ура! Ура! У меня слов просто. Как вы на войне побывали, честное слово. Вот среди всего этого войны и взрыва вдруг к нам на съемочную площадку спускается голубь. И начинает гулять между нами так. Потом он залетел в какой-то один из наших автомобилей. Там походил, опять вышел. Вот просто голубь мира был на войне. Хорошее дело, ребята, делайте. Чтоб помнили это. Финал третьей серии. В сценарии был другой, там, когда после реконструкции сваты приходили к этим ветеранам, к его жене. А молодежь шла на крышу в городе, на крышу многоэтажки. Леха, вечно ты что-то придумаешь. Так, Женек, спокойно. Это будет просто бомба. Так, аккуратненько. Так, сюда, Катюшенька. И... Ап! Мы как раз снимали 9 мая. И пробирала, честно говоря, даже на слезу где-то. Проходит время, и наше поколение забывает про то, что сделали для нас наши дедушки. Бабушки, прабабушки. Бабушке было 6 лет, когда была война. И я слышала от нее рассказы, как к ним в поселок приходили немцы. И это все вызывало моментальные слезы. Думаешь, какой ценой это все, да? Здорово, что есть возможность как-то людям сказать, эй, ребята, это все не главное. Главное вот то, что вы живы сейчас, и у вас есть возможность жить. Спасибо этим людям. И сцена-то, в общем, получилась хорошая. Она была хорошо сыграна. И молодые ребята, наши актеры, они... Ну, было видно, что они прочувствовали то, что они играют. Мои друзья, я так счастлива, чтобы уехать в сентябре. Что говорит? Он сказал, что он завтра уезжает, и ему с нами было очень здорово. А, ну, давай, братан! Давай, братан! Молодец! Ну, красава! И, Джек, спасибо за нашу великолепенцию. Ага. Жень, это что ты ему сказала? Сказала, что иногда хорошо, когда подруга не понимает по-английски. Ой, ой. Ну, ладно. Я выучу. Катюк, мы вместе выучим. Да. Понятно. С этой сценой на крыше очень жалко. Ну, вот, к сожалению, общий хронометраж и, в общем, тот эмоциональный уровень, на котором вывелась в итоге реконструкция, уже не позволяла сделать что-то еще. По первой версии сценария симпатия Джека и Жени могла развиться в более глубокие чувства. Но авторам пришлось эту линию оборвать. Все авторы, которые есть, их 14 человек, ну, 15, вместе со мной, они разбиты на группу авторские, каждый занимается своим проектом. Теша Желенков и Юра Микулина – это группа основная, которая пишет только «Сваты». Здорово! «Сваты!» Иван Степанович, Валентина Петровна, вы тоже здесь? У Ольги Николаевны девичья фамилия моей жены, а у Юрия Анатольевича, соответственно, мое имя и отчество. Да. Что «да»? Что «да»? Надеюсь, мы не до конца похожи на этих персонажей. Я иногда, когда возвращаюсь домой, жена мне говорит, послушай, милый, так прекрати разговаривать, как Иван Степанович. Есть у меня нестандартная идейка. Или она меня брала, Сваты Иван Степанович. О, Господи! Валечка! А к написанию диалогов привлекается еще определенное количество людей. Они закрывают там свой кусочек и идем дальше. Во время съемок авторы сценария часто появлялись на съемочной площадке. И поводом было не только желание своими глазами увидеть, как воплощается в жизнь придуманная ими история. Это было связано с тем, что съемки начались, а сценария всех серий еще не было. И это все писалось по ходу. Мы с ними обсуждали, что и как нужно дальше делать в следующих сериях. Но это не единственная причина присутствия сценаристов на съемках. Все они в прошлом КВНщики и скучают по тем временам, когда выходили к зрителям в качестве актеров. Мы решили сделать такую фишку, чтобы в фильме появились практически все сценаристы. В восьмой серии директора «Мельницы» играет автор Юрий Пойманов. Что ты на меня-то орешь, Валентина? Думаешь, у меня люди без работы не сидят? В третьей серии «Гаишника» играет автор Дмитрий Григоренко. Так можно месяц на пустой трассе куковать. Серый хорош гундеть. И без тебя тошно. Нам бы, коллега, один билетик на финал. Без проблем. Тысяча евро. Полновался, дрожали руки, чувствовал колени. Но зрители это не увидят, потому что снимали меня только посюда. Дорого? Ну, походите, поищите, может, дешевле найдете. На площадке вообще классно. Приятно, чертовски. Так хочется, чтобы у автора был свой гример, чтобы мы приходили и нас подкрашивали перед тем, как мы начинали работу. И мы, если бы красивые садились за написание серий, все бы было по-другому. Вы в норме? Я в норме. Я в норме, нос не в норме. Так что, видите, я в любой момент, если там что поднести, помочь, может, даже подкрасить Федора Добронрава надо будет. Я тогда этому обучусь и буду на площадке работать с удовольствием. Бывает в кино и так, что в кадре появляются и сами режиссеры. Всех убил гидреной бабушка. Попросил Леша. Ну, попробовал. Что получилось, то получилось. Без проблем. Готово, все, иди смотри. Начинается. Все отмечают и удивляются. Таня Васильева, которая умудренная, естественно, актриса, она редко чему-то удивляется и шокируется. Прекрасная актерская работа. Так что он меня во всех смыслах очень приятно удивил и уже в чем-то покорил. Ох, скотняка. Хоть бы раз жене шубу попросил. Шубу? Леся Лето, какая шуба? Не дает, а? Из режиссера перейти в актера – это сложно. А у Андрея без такой большой практики, где он актером был, нигде. Он это сделал вот так просто. Браво. Я там вообще без иллюзий на свой счет в этом смысле. И мне всегда хотелось стоять за камерой, а не передней. Лёш, шагай вперед чуть-чуть. Вперед, вперед. Если я как-то где-то и снимаюсь, то снимаюсь обычно у друзей, хотя я имею два актерских образования. Бабаки, да я свой! Полночи прыгать через эти теплицы, бегать, у меня крепотвора разболелась так, что я и правда пожалел того же Колю Добрынина, которого в прошлом году я гонял 90 съемочных дней. И он жаловался, и возмущался. Я думал, что это каприз. О, Вась, ты одурел что ли? Митюня, ты? Ну, сейчас я понимаю, что это... Да я просто этого не слышал. Сейчас бы услышал, но уже поздно. Зрителя надо чем-то удивлять и историю развивать. Это значит, что нужно помещать героя в какие-то новые обстоятельства. Почасто эти обстоятельства связаны с какими-то экстремальными или полуэкстремальными условиями. Живой. А что ему сделается? У Митяя, как у кошки. Девять жизней. Ну, сейчас восемь осталось. Для этого сезона много было таких штук придумано, где, конечно, мы обращались частенько к услугам каскадеров. Палатка в третьей серии, куда въезжали Леха с ЖЭКом, это въезжали в итоге каскадеры. Лучше, наверное, встаньте вот так, прямо. И в случае чего сразу выпрасывайте, чтобы руки не повырывало. Хорошо? Начали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все нормально, все живы. Стоп, все. Из этого ряда можно еще вспомнить сцену из тринадцатой серии, когда Валюха закрылась в бульдозере и никого не пускают. Женщина, живой творитель! Не мертвец! А вот это ты видел? У тебя отсюда сказала! Зла сказала! И в итоге куда-то и туда нажала, и трактор поехал, и все начал рушить на своем пути. Это не так было бы сложно сделать. Просто Татьяна Эдуардовна Кравченко не вводит вообще никакое двигающееся средство, в том числе и трактор, где своя специфика. Вон, вон! Я снимаю халат, Андрей! Поэтому туда, естественно, вместо нее посадили каскадера, и он взял да проехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем отрабатывать приемы самообороны. Прием первый. Целая сцена есть, когда я тренирую этого несчастного мужа, зятя. Татьяна Васильева. Она занимается спортом сама по себе. В общем, она там много допридумывала. Шея. Рука. Дублеры были приглашены, и там дублерский кадр вошел, но он вошел один всего лишь, потому что бросок через бедро Татьяна Григорьевна сама исполнила прекрасно. Рука! А! Бедро! А-а-а! 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 Тот сложный прием мельницы, ну, это, знаете, это должен исполнять профессионал. Начали! Все опасные ситуации в кадре – падение, драки, экстремальное вождение – тщательно подготовлены, поэтому снимаются без проблем. Но бывают съемки, которые группу пугают больше всего. Чтоб через пять минут петака его здесь не было. Немедленно! Ты понял? Первой ласточкой была лошадь. Сложная очень сцена. То есть десять маленьких детей на лошаде, артист в доспехах. Все так красиво смотрится, когда детки бросают лепестки. Римский воет в доспехах на белом коне, читает стихи. Ну, да. Я спрашиваю у людей, которые привели, говорю, как конь? Нет, конь. То, что надо – конь. В Чапаеве снимался, взрывов не боится, стрельбы не боится. Думаю, ну, все нормально. Хотя у нас ни взрывов, ни стрельбы, ничего. Нужно, чтобы он шел по белой красивой дорожке. Подошел угол коны. И тут выясняется, что конь, оказывается, боится сцепать на белое. Я думаю, что это было откровение даже для дрессировщика. Тогда его погоняйте, чтобы он понимал. Ждем, пока этого коня пытаются заставить вступить на это белое. Начал конь на белое вступать. Хорошо. Так, а теперь уже так расставить детей, справа особенно, чтобы у нас… Да. Стоят десять детей по обе стороны от коня, от дорожки, которые должны были изначально посыпать розовые лепестки. Пускаем коня, дети боятся коня. Значит, ладно, давайте не будет дети-дети сыпать лепестки. Посыпем лепестками сразу дорожку, раздадим детям голубей. Раздаем детям голубей, голуби боятся детей. И в итоге складывается ситуация замкнутого круга, когда все-все-всех боятся. Значит, конь боится белого, дети боятся коня, голуби боятся детей. Мы все боимся за все. Пока все страхи были преодолены. Но это просто очень долго все. Хотя, вроде как, и все понятно. Судор, хорошо, это снято. Да, подойдите, там где-то держите. Есть такое выражение, что дети и животные переиграют актерам. И фига подобного, это дикое заблуждение, потому что актеры находятся в теме, в игре, в сцене. А детям и животным пофигу. Они устают, им надоедают, они пугливые, по-разному. Может маленький ребеночек взять и уйти из кадра, может сказать во время кадра, я хочу пиесить. Или с козой, вот сейчас мы с Федькой снимали. С козой были и сложности, которые можно было бы предугадать, но которые никто не предугадал. Попросили ее не доить, чтобы у нее было молоко, которое нам нужно в кадре, чтобы в крупном плане доилась. Ну, когда вошли в кадр, она поняла, что она большая и великая актриса. Вот, и начала поворачиваться не теми местами, которые нужны. Начали! Он же из твоего молока! Стоп, стоп! Практически вся группа с ней пыталась найти общий язык. Мы про роли забываем, а мы начинаем... Иди сюда! Подвижи! Иди пас! Пас! Изначально. Пас! Пас! Давай, давай, давай! Никитиша, не тянет твоя коза на телевидение! Уже не знали, как эту козу. Ей неинтересно и скучно. У нее своя козья жизнь. Еще разок, можно? Больше молока не будет. Не будет вообще? Кончилось? Да. Один, дубль второй и третий. И все. У нее живыми они 50-ти литровых. Лично у меня уже было желание ее съесть просто. Съемки пятой серии с участием Козы Мани совпали с проведением чемпионата по футболу Евро-2012. Спокойно, Майя. Я Дубровский. Накануне сборная Украины проиграла сборной Англии. Болельщики съемочной группы были расстроены весь день. Коза проявила свои патриотические чувства и четыре раза в кадре съела флаг Англии. Захотелось есть. Она съела флаг Англии. Давайте ремонтируем. Пришлось сделать заново флаг другой. Получали удовольствие, потому что именно тот флаг, который нанес нам поражение, он оказывался съеденным. Причем ставили его в разных местах. Она как специально только отверняешься на Англию, только раз из Китая. Мы ее перестали желать в жареном виде. Отроботало как раз этим съедением то, что она нам устроила перед идущим кадром на площадке. Жизнь Козы и в самом деле была в опасности, поскольку именно этот человек занимается приготовлением еды для кадра. Когда ты мерил золотые горы и реки, полные вина. Обычно смотришь фильм, если актер ест кадры, то обязательно это яичница. Это видно все. А вот тут не было такого. Зрители мне говорили, ребята, бежали, как только высадили за стол, мы раз, и все на кухню бежали. Вызывал аппетит эта наша съемка. Мы сегодня говорим, вот там готовят, сегодня будет стол сниматься и готовят еду. У нас есть Эдик, который это все готовит, у него золотые руки. Все, что касается еды, все замечательно. Все настоящее, это правда. И мы сидим с Татьяной Дардом и говорим, да, вот так вот мы в каком-то другой группе какие-то фабрикаты бы принесли, а ты бы показывал, а тут все готовят. Это тоже важно, это тоже придает как бы всему этому такую атмосферу. Бывают киносъемочные группы, в которых там поливаются керосином, чтобы ничего не съели, как обрабатывают там чем-то, чтобы несъедобно было. Да, Татьяна Дардом? Это единственная группа, где готовят так вкусно и так все по-настоящему, и с такой любовью, что это не просто там какой-то помидор, это какие-то разносолы, колбасы, люля-кебабы, это все. Я где работаю? Всегда хочется, чтобы было им приятно. Надо себя сдерживать, потому что у нас руки тянутся, и Яковлев кричит все время, оставьте, оставьте. Обычно все же съедается и артистами, и группой. Федор Викторович особый специалист в этом смысле. Во-первых, несмотря на прекрасное телосложение, что скрывает, да, Федор Викторович очень много ест. Я просто подчас поражаюсь, куда в него столько влазит. Я этой окрошки съел. Начал ее есть. Когда ее поставили на стол, он съел и начал ее есть. На всем протяжении этой сцены, когда мы ее разводили, еще не снимали, он ел эту окрошку. Потом мы снимали эту сцену, он ел эту окрошку. В перерывах, когда переставлялись камеры на обратное направление, он продолжал есть эту окрошку. Ну, прекратите. Походил эти уличия на окрошку? Да. Постаньте. Мне уже танки говорят, что перестань есть, у нас еще укрупнение, еще и этот, все. Ну, нельзя оторваться. Вот такая была окрошка. Но я-то не попробовал ее. Для группы, для артистов очень выгодная сцена, когда огромный стой. А сцена снята, пожалуйста, видишь, разметается все. Шикарно. Топ! Топ! Чисто, это вода. Наоборот, голову не будет. Ну, занесли, что долго ждали. А, нет, да. А, нет, да. Андрюшкина способность собирать и оставлять вокруг себя очень хороших людей, профессиональных людей. Это потрясающе. Стань, стань пока, Тань. Поброси уже. Тут все на своем месте, начиная от, ну, стульчики актерам или там зонтики, заканчивая всем. Вообще, прекрасная бригада. И гримеры замечательные. Мы прямо так подружились, я буду скучать. Вечно все придут, все поправят, все тебе намажут, сделают красиво, расспросят и поговорят, и научат каким-нибудь замечательным украинским словам. Я восхищена встречей с удивительным профессионалом Яной Арабетян, который из нас, серых мышей, а в данном случае я имею в виду только себя, ни в коем случае не своих там партнерш, делают из нас что-то, нечто, что позволяет нам немножко, так сказать, приосаниваться. А давайте позовем Яну и Костю. Да! Друзья, поприветствуем создателей коллекции, которые сегодня сегодня возьмем. В этом году же еще был длинный, очень съемочный период, поэтому мы отметили почти все дни. дни рождения. Я же обещал, что мы много дни рождения отпразднуем. Сегодня он у Сашули, ассистента Боктера. Сашуля, поздравляю тебя! Здравствуйте! Так, друзья, сегодня наша опература постановщика Макс Невоковича. А день репринга! День рождения! Ну, дай тебе кольчка Бог и спасибо тебе за это. Спасибо! Ура! Ура! Настолько все внимательные к актерам и друг к другу. У нас нету какого-то там разделения там актеры, а мы рабочие. Это люди, причем люди с большой буквы, с большими сердцами. Концепция же этого сезона растянута на целый год. Именно поэтому появлялись всякие снег и дождь машины, которыми нужно было подчеркнуть то или иное время года. Бывает и так, что для воплощения идеи режиссера одной лишь дождь машины не хватает. Тогда приходится импровизировать. Ура! 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 Главная машина для создания хорошей картинки – это время. Планировали сцену снять за пять минут, а потратили три часа, потому что заводили эту долбанную снеговую машину. Да, это проблемы. Если в кадре нужен пожар, это тоже решаемо. Лёха! Главная машина! Что-то, Ваня! Что? Кондиционер твой славится и стол горит! Но есть спецэффекты, которые съёмочная группа не заказывала. Ура! Ура! Очень похоже, да. Такой сильный ветер, даже как-то жутковато было. Мы играем в лето, а все, если глянуть за кадр, то все в зипунах зимних. Хотя вроде как ещё август месяц. Готовились. От погодных условий больше всех досталось Фёдору Добронравову и Александру Феклистову. Им нужно было купаться в холодной реке при температуре воздуха всего 8 градусов. Закону подлости. Когда была жара, там с удовольствием все поплавали и всё. А когда холодно, вдруг вот эти водные сцены. Они уважительно относятся к моим просьбам. Если я действительно говорю, что это нужно, то других вариантов нет. Раз, два, три. Разговаривать в воде тогда было сложновато. Суть не пусть! А мы так зашли, я говорю, по-моему, хватит. С первого дубля снять кадр не удалось, поэтому актёрам пришлось героически зайти в воду во второй раз. Водичка. Ну, как будто тебе зажали в тиски большой палец. Так бы хорошо, конечно, грамм так 250-300 принять бы. И хорошо, но нельзя. Мы часто на прогноз погоды грешим и ругаем, что они обещают что-то, а прогнозы не оправдываются. Так вот, в этот раз они оправдались на 100% на нашу беду. Опасаясь в дальнейшем неприятных сюрпризов от природы, зимние серии решили снимать там, где снег точно будет – в горах. Забирайте чемоданы и погнали в пухови! И любая экспедиция, в принципе, и киноэкспедиция, в частности, это дело непростое. Потому что нужно большое количество людей собрать, вывезти там, всё организовать. Очень важно доставить актёров и съёмочную группу вовремя. И это всё-таки труднодоступные места, куда не так просто нам добраться было. В день выезда группы Украину засыпало снегом. Но насколько сложна ситуация в Закарпатье, никто предположить не мог. Ну, застряли в снегах, весело, можно сказать так, в кавычках. Некоторые ночевали, двое-трое суток. Очень вымывались, переживали, молились даже за них. Много ДТП, снег идёт, идёт темнота, сугробы выше машины, стоят фуры развернутые. Копали туннели просто водителя, снег был, а плечом нет. Боролись, откапывались, одевали цепи. Ну, было очень интересно. Ну, экшен прям такой. Наши водители профессионалы, они как-то вот сделали невозможное. Слава Богу, все на месте, все живы, здоровы, всё замечательно. Заключительная серия сватов должна быть снята за пять дней. Это крайне мало при условии коротких световых дней зимой. Её надо снять очень много и, опять же говорю, хорошо надо снять. Погнали же. Ой, знаешь, что вообще упало? Подполз, нормально всё, спросил, как ты нормально, смотрю, смеётся. Давайте Аню, Марину, Аню, Марину, детей, бегом. Сейчас будешь рулить, я говорю, как? Пока меня не усадили, я думала, что шутят. Собака купала у нас стадикамщик. Ни камера, ни я не пострадали, всё прекрасно. Сейчас солнышко уйдёт, и у нас закончился день съёмочной натуре. А нам ещё снимать, ну, я думаю, успеем, конечно. Три-четыре, внимание. Я запускаю Олега, и вы реагируете уже на его, и разбегаете. Илюха, что сигналов? Всё, приготовились. Начали. По камеру смотрим всё время. У тебя, у тебя был. Дубль испортил. Видишь, что летит новый человек, он не понял, не понял, что бежал, а спасал. Просто я видел, как сбивают людей, особенно такой массой, когда человек несётся неуправляемым. Аборт очень острая штука. Он кинулся защищать народ, останавливать грудью меня, но меня трудно остановить, я 120 килограмм вешу. Несмотря на то, что там у него висели на спине второй режиссёр и ещё кто-то, он всё их разметал и всё равно побежал спасать людей, как им казалось. Это достойно восхищения. Киноэкспедиция проекта «Сваты-6» была сложна переработками, техническими сложностями и общей усталостью. Но тяжелее всего было то, о чём группа и артисты старались не думать. Стоп, снято. Свет включите, пожалуйста. Друзья, Николай Николаевич Добренин закончил съёмки. Грусть появляется, когда говорят, съёмки такого-то, такого-то актёра в фильме «Сваты-6» закончились. Олеся Владимировна Железяк закончилась. Дарили цветы. Но тоже это внимание такое. Поздравить человека, что он не прошёл незаметно. Даже маленькие роли он всегда отмечал. Почему-то в этот момент становится всё больше пусто и пусто, будто вот уходят вот члены семьи. Поздравим Евгений Николаевич, закончил съёмки в фильме «Сваты-6» закончены. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда уже скажут последнему актёру, что съёмки в фильме «Сваты-6» закончены, тогда станет вообще конец света. Завтра мы снимаем финал всей эпопеи. И Федя завтра улетает в 4 часа ночи. Дорогие друзья, сейчас будет обращение президента семьи к семье. Вообще неожиданно, Иван Степанович. Ну и все ожидают там от Ваньки хи-хи-ха-ха. И выходит и, ну, и говорит такие вещи. Это был тяжёлый год. Да что там? Годы. Мы предварительно не слышали этого текста. Вроде мы даже не представляли, что он будет произноситься в подобном характере или настроении. Тут даже не надо было ещё играть. Все мы плакали, все. И даже дети, даже не актёры, все плакали. Мне бы хотелось, чтобы так, как мы, жили бы наши дети, наши внуки, правнуки. Очень трогательная была. Ну и чувствовала расставание. Ловишь? Там прощались не только персонажи, а прощались… Да. Друзья мои, Фёдор Ильич Добронравов окончил съёмки в фильме. Аплодисменты. 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 Актёры прощались друг с другом. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни был этот кусок такой жизни. Первый съёмочный день начался 12 марта. Сегодня 24 декабря. Да, сегодня последний день, ну, в свотах. В своте 6 последний день. Мы приедем в Киев, и всё. Не верится. Актёры ходят с такими глазами. Вот они, вот, рыдают просто так. Как только ты уединяешься, ты понимаешь, что это последние дни. Когда ты со всеми вместе, когда бла-бла-бла вокруг, то как-то легче. Подбирается крайняя сцена, и так хочется этот момент отодвинуть. У меня уже была мысль положать, чтобы затянуть съёмочный процесс. Но совесть не позволила. Когда предыдущие части заканчивались, всегда знал, что будет продолжение. Ну, а сейчас-то я понимаю, что это уже всё финал истории. Поэтому вот это чувство такого опустошения, оно у меня уже три дня. Снято это. Вы пойдёте к бассейну. Хожу я это. Всем спасибо. Съёмки фильма с Ватой 6 окончены. Ура! 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 Вот и всё. На этом всё закончилось. Сваты для меня это, наверное, семья. Сваты — это семья. Со всей группой, со всеми актёрами. Мы с ними как-то сроднились. Дыхание сбивчиво. Пойду осмысливать. Прощайте. Появляется какая-то пустота, мне кажется. Грустно. Страшно. Я пытаюсь отогнать это всё. Это всё настолько слезливо и сложно. И радостно, и грустно, но... Когда наступает этот момент, ты... Я не могу, извините, пожалуйста. Я люблю всех, вот. Ну что скажешь. Мне немножко, конечно, грустно. Ну всё. Ну всё, я вам говорила, буду плакать. Сваты — в моём сердце. И это далеко не работа была. А это была радость жизни. И... Для меня Сваты — это такая вот... Хорошая жизненная сказка получилась. В которую я попала и... И... До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной. Такого же, конечно, не повторится. Такого не повторится. Ну вот. Заплату. Мусоты — это добро. Это что-то свыше. Это спасибо. Мусоты — это эпоха. Эпоха моей жизни. То количество людей, которое появилось в моей жизни. Вот это и есть мусоты. Друзья мои. Это был трудный год. Что-то... Горе. За это время мы прожили маленькую жизнь. У которой было хорошее, плохое, горе и радость. Некоторые говорят, что... У нас все внутри косяков. Мне наша жизнь нравится. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok